Пожалуй, самые обсуждаемые сейчас новые назначения это Андрей Белоусов на пост министра обороны России и Сергей Шойгун на пост секретаря Совета Безопасности страны. Кстати, генерал армии занял еще и новую должность заместителя президента России в комиссии по военно-промышленному комплексу. Фактически он будет заместителем президента по военно-промышленной комиссии. И это, считают эксперты, вполне логичное развитие кадровых событий. Что касается Андрея Белоусова, то он профессиональный экономист. А в оборонке такие навыки крайне важны. На мой взгляд, это очень удачный выбор президента Российской Федерации. Как известно, Андрей Ромич Гражданский, человек не военный. Что касается военной составляющей, то боевыми действиями, специальной военной операцией командует, руководит генеральный штаб под руководством верховного главнокомандующего. Поэтому здесь ничего в этой части не меняется. У Андрея Белоусова уже есть план действий на новой должности. Касается он в том числе и поддержки бойцов СВО. Это касается и выплат на обеспечение жильем, связанное с обеспечением участников СВО жильем. Это касается выплат гражданского персонала в воинских частях. Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать. Федеральный Кабмин пополнился и теперь уже экс-губернаторами. Руководитель Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта России. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил Минэнерго. Министром спорта назначен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. А министром промышленности и торговли станет 37-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Промышленность является каркасом нашей экономики, залогом ее суверенитета, дальнейшего стабильного развития. Это особенно проявляются такие острые моменты, переломные исторические моменты. Именно на производственный сектор наша страна опиралась, когда требовалось преодолевать внешние кризисы, последствия пандемии, первых санкций. Сейчас наша промышленность активно работает на победу, обеспечивает оборонный потенциал, национальную безопасность. Стабильная и устойчивая работа наших предприятий стала результатом серьезной большой выстроенной системы поддержки и тех инициатив, решений, которые были приняты. В руководстве Министерства сельского хозяйства страны тоже замена. Вместо Дмитрия Патрушева, который совсем недавно приезжал в Мордовию в должности главы ведомства, Минсельхоз России возглавит Оксана Лут. Больше глобальных перемен в составе Кабмина не случилось. На своем месте остался и Сергей Лавров. Как сказала Валентина Матвиенко, человек проверенный, надежный, настоящий патриот. Людмила Кусерова, Наши новости.